Коничива мои дорогие, с вами Вадя Скетч, сегодня у нас очередная дополнительная история из DDoC Plus под названием Понимание, посвящена этой истории Юри и Сайори, и начинается она с того момента, как закончилась первая история под названием Доверие. Из класса выглядывает знакомое лицо, и это знакомое лицо та самая тянка, которая с интересом читала книгу. Как вы уже догадались, это была Юри. Как это обычно бывает, Юри показывает себя как довольно застенчивая персона. Сайори и Моника приветствуют её, и Юри сразу же, как и Сайори, выдаёт то, что хочет вступить в литературный клуб. Но Юри восприняла литературный клуб в буквальном смысле, и всерьёз посчитала, что тут увлекаются профессиональной литературой и чтением. Понятное дело, что сама Юри начинает говорить именно об этом, из-за чего Моника и Сайори были в шоке, и явно не ожидали этого. Моника поручает Сайори сосредоточиться на общении с ней, и найти с ней общий язык, пока Моника справляется с делами клуба. И вот Сайори начинает общение с Юри. Этот разговор, в принципе, оказался довольно интересным. Например, Юри не узнала бы никогда о литературном клубе, так как она не читает объявления, если бы не Моника со своей листовкой. Но мне особо понравился их разговор о других увлечениях, кроме литературы. После того, как Сайори поведала о том, что занимается рукоделием, Юри сказала, что любит ещё и природу. И вот в эту башку Сайори пришла гениальная идея основать клуб природы. Моника же не захотела отпускать Сайори и делает её вице-президентом клуба. И вот именно таким охеренным способом Сайори занимает довольно влиятельную должность в этом клубе. И на этом заканчивается первый день Юри в литературном клубе. На следующий день Юри и Сайори остались одни в клубе, так как Моника застряла в компьютерном классе. Они начали читать книгу, которую Юри принесла вчера. Сайори, конечно, поддержала инициативу Юри, но она понимала, что такую толстую книгу она вряд ли потянет. Но с Юри оказалось проще и интересно читать, ведь хоть Юри и не очень открытая к людям, но объяснять и рассказывать она явно умеет на высоком уровне. Во время чтения Сайори задавала вопросы Юри, но с каждой минутой вопросов всё было меньше и меньше. Выглядело это так, будто Сайори прокачивала свой интеллект. Но несмотря на довольно хорошее времяпрепровождение, Юри резко отказывается читать и дальше, и уходит. А Сайори... Думает, что она расстроила Юри из-за своей тупости, и из-за того, что она задавала так много вопросов. Ещё один день. Сайори впервые за долгое время приходит в класс первый. За то, что произошло вчера, Сайори чувствует вину и впадает в свою депрессию. Моника быстро идёт к двери клуба. Она опоздала по причине того, что помогала одноклассникам с домашкой. Но также у двери сидит и Юри, которая тоже чувствует вину за вчерашнее. За то, что она загружала неподготовленный мозг Сайори своей книгой. Юри пока решила помочь Монике с рекламой их клуба. Во время помощи Моника узнаёт всё происходящее через разговор с Юри. Юри понимает, что с ней общаются только из жалости, а не по-настоящему. Ей это не нравится, и Моника убеждает её рассказать это всё не ей, а самой Сайори. И вот Юри заходит в класс и видит картину, как Сайори разбирает ту самую книгу. Она даже делает пометки, чтобы не упустить ни одну деталь в сюжете. Смотря на это, Юри чувствует отчаяние и говорит всё то, что хотела сказать Сайори. И в конце даже немного разозлилась. Юри так же, как и Сайори, было страшно за исход её признания, боясь, что он может быть худшим. Но между Юри и Сайори наступает то самое понимание. Понимание друг друга, своих проблем, своих увлечений, своих чувств. И понимание того, что все в этом клубе по-своему странные. Не только сама Юри. После этих обнимашек на полу Сайори оказывается мало, и она лезет обниматься к Монике, которая только-только пришла. Моника называет Сайори обнимашечным монстром, на что Сайори отвечает сюжетом из книги. И Юри понимает, что Сайори книгу всё-таки эту изучила. По крайней мере, первую главу. Это была дополнительная история DDUC+, Юри и Сайори. Понимание. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А с вами был Вадя Скетч. Всем удачи и всем сайонара.